здравствуйте дорогие друзья спасибо что смотрите видео на нашем канале и сегодня у нас очень интересное видео даже практическое занятие техника сокровенная техника абсолютного успеха во всех аспектах жизни звучит здорово оставайтесь с нами сейчас мы прокрутим рекламный видеоролик нашего канала а потом продолжим о нашей технике таинственная энергия оживила материю прекрасные живые существа на земле человек понявший эту энергию способен исцелять школа целительства и массажа тянь анму научит вас работать с этой энергией вы сможете стать настоящим целителем записывайтесь на курсы окей друзья еще раз спасибо что смотрите наше видео сейчас я вам расскажу об этой технике и как стать успешным и вообще понять принципы успеха и сегодня мы займемся этим делом прямо сейчас через значит видео успех по сути дела успех это когда все ваши планы все ваши мечты надежды сбываются и воплощаются в реальной жизни вы создаете свои мечты реалистичные так сказать и шаг за шагом идете сторону воплощения и успех подразумевают себя две основные вещи первое это знание это знание второе это сила знание объекта знание предмета в котором вы работаете знание своей работы это ключевой момент успеха вы должны знать практически все о том что делаете вы должны стать экспортом вы должны иметь фундаментальные знания и вы должны постоянно делать research то есть исследование вашего проспекта ну проспекта вашей работы второй момент это сила это энергия у вас должен быть оптимизм решительность энтузиазм вы должны заражать своей энергичностью на работе или клиентов это энергия поэтому знание это свет сила это тоже свет все имеет природу света вот допустим вы зайдете в темную комнату вы не видите ничего как только вы включаете свет вам все видно и вы легко познаете все что там есть то же самое с силой энергия энергия это масса умноженная на скорость света в квадрате то есть имеет световую природу и измеряется она например любая любая сила любая любая значит энергия измеряется в джоулях в калориях насколько оно сжигается сколько топлива сжигается для преодоления определенного сопротивления в общем все измеряется в природе света и свет должен присутствовать практически везде для ясности для четкости для ясности для четкости и чтобы вы буквально правильно поняли я вам объясню как эта техника связанная со светом значит имела место в моей жизни лет 20-25 назад я закончил медицинский институт и поступил работать в поликлинику значит и центр лабораторной хирургии ну до этого я естественно закончил интернатуру при институте прошел курсы урологии тоже при институте гастроскопия тоже при грудной хирургии тоже при институте естественно потом начал работать и как бы так получилось что я встретил человека который поменял всю мою жизнь я работал в центре лабораторной хирургии и он находился рядом с индийским храмом я часто туда заходил и там я его встретил значит человек очень необычный человек который поразил меня объемом знания он знал наизусть практически все все что касается религии философии он знал все наизусть он знал наизусть Коран Веды Бхагавадгита Махабхарата заостризм писания хадисы древняя греческая мифология поэзия Авице Авице Наваи Беруни Авице Рубаи Амархаяма в общем это был просто необычный человек я был поражен как так можно иметь такой ну бриллиантовый ум который мог поглощать все это кроме того он был великолепным фармакологом у него дома была лаборатория он делал сам лекарства у него дома была лаборатория он делал сам ожерелье из золота кольца цепочки кулончики драгоценного металла и значит драгоценными камнями у него есть печка которая там температура доходит чуть ли не на тысячу градусов и он все это плавит в общем уникальный человек и я однажды спросил у него как ну мы стали друзьями я приходил к нему давно часто у него всегда были ученики и он вел такую преподавательскую жизнь ну естественно когда человек мудрый то к нему тянутся тянутся с тех мест где я вырос там это как бы традиционно иметь учителя и значит естественно я как бы интересовался его личностью и просил его научить как это все делается дело в том что если мы закроем глаза то физически глаза закрыты но внутренний взор всегда видит нашу память нашу проекцию значит вокруг нас и этот взор он определяет значит какие образы нужно взять из памяти чтобы построить определенные силогизм мысли он видит мысли образы этот взор он имеет у каждого человека свой определенный потенциал энергетический если этот взор на этот взор попадает больше света то человек видит четче человеку нет трудностей чтобы вспомнить что-то он имеет оригинальную феноменальную память и этот свет должен попадать из другого измерения поэтому говорят люди просветленные там или допустим в америке может вы можете просветить этот предмет допустим своим знанием этот свет он имеет природу совершенно другую в отличие от этого света когда я в отличие от то что видит наш оригинальные глаза то есть физически и значит когда я стал заниматься пришло время пришло время получить вот эту способность от него и это называется шахтипад то есть шахти это энергия пад это передача значит и я просто сидел рядом с ним и чувствовал то что он чувствует и он открывался то есть предоставлял возможность чтобы я чувствовал что он чувствует это одно из условий и значит в течение нескольких месяцев в один день я помню ну я сижу внизу он обычно на диване и значит я смотрю и его голова вокруг головы такое светящие пространство такое и значит я естественно я закрыл глаза думаю не может быть но все равно это как бы присутствовало вот это свечение его головы где-то ну три сантиметра может быть вот так и в общем несколько дней вот это вот происходило я всегда тер глаза проверял но все равно светило и не только у него у окружающих тоже ну у всех было разное свечение такое а потом это прошло и значит и однажды уже был вечер все были уставшие и я как бы заснул может быть даже и не заснул а и у меня было такое видение значит вдруг такой четко в шахматном порядке вот эти цвета разные цвета они начали так двигаться красиво так сверкать и это было такое совершенное строение такое было и все что совершенное оно привлекает людей все что совершенное оно дает наслаждение когда вы за ним наблюдаете ну совершенное тело допустим совершенное строение и здесь я это было настолько совершенно как бы такое дает чувство блаженства и потом это начало говорить я покажу тебе мир вот так ну в виде вот этих узоров значит это было первое видение и значит зашел свет в мой внутренний взор и значит потом все чаще и чаще я начал попадать в астральный мир в астральный план там такой небольшой сумбур был и астральный план это это как мне объяснил потом этот человек астральный план это побочный эффект нельзя увлекаться астральным планом потому что если человек если у него проблемы с пищеварением если человек в среде какой-то такой неблагостной если у него как бы ну не совсем все в порядке в доме в семье то человек не может выйти выше астрала и тогда сталкивается с различными существами и все это кончается неблагополучно поэтому в этот момент этой практики нужно соблюдать быть ближе к вегетарианской диету быть в модусе благостей вдали от ссор вдали от страстей и политических или там азартных таких аспектов вашей жизни не общаться с людьми которые оставляют нехорошее впечатление в общем вот так и после этого значит когда я уже перестал входить в этот астрал я уже был готов как бы я уже езжал я чувствую что вот я сейчас опять начнется это астральное все это я как бы переборол это и потом появилось опять такое видение и уже у меня был контакт с этой личностью и она приходила приходит в виде руки значит ну это как бы очень лично я не хочу сейчас об этом распространяться значит у каждого есть свой проводник или это учитель в том плане поэтому мы должны открыться для небесных существ потому что сами мы не можем иметь какие-то активности к сожалению мы беспомощны в этом плане но со временем приходят навыки как только у вас появится больше света то все в жизни становится ясным вы становитесь гениальным учеником вы все учите буквально за мгновение и становитесь человеком которому все тянутся после того как я прошел все все эти практики я выучил английский очень быстро всю жизнь я учил немецкий в институте в школе пришлось учить английский я поехал в Англию я поехал в Америку и все давалось буквально очень легко значит у меня открылась какое-то видение другое в этом мире я начал писать книги я начал делать массажи бизнес и все это одномоментно я сдал экзамены на врача здесь в Америке это тяжелейший экзамен и все это благодаря этой энергии световой и значит я хочу сказать что каждый может этим заняться я очень благодарен своему учителю я буду благодарен ему вечность за то что он сделал для меня я считаю что он великий человек и достойное подражание поэтому я сейчас как бы открываю вот такую вот серию таких видео практических занятий чтобы кто-то из вас друзья приобрел такой навык актуального разума который имел бы в природу светящегося фонарика который мог бы открыть возможности вашего сознания и чем сильнее свет внутри вас тем вы видите вещи четче и успех успех есть такое английское слово inevitable значит успех неизбежен поэтому сегодня мы сейчас начнем это занятие я буду ходить в свет поглощать свет и все что я чувствую вы просто чувствуете сами у нас есть зеркальные нейроны когда мы видим что-то плохо с человеком мы чувствуем это на себе допустим если кто-то упал или порезался или кто-то попал в аварию или начинал тонуть то вы это чувствуете и начинаете переживать это за счет этих зеркальных нейронов и в этой практике вы тоже пользуетесь этими же нейронами и просто прочувствуйте то что чувствую я так можете съесть удобнее поудобнее значит и расслабиться сделать глубокий вдох и выдох и начнем и начнем и и и и и и и и Извиняюсь, это такой небольшой, твой дочка пошла на улицу. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok